Ночь, так я брови красить, еще что-нибудь делать. Косички хочу заплести, так как... А волосы высохли. GGVP, good game, fuck you. Навашкой буду удалять наши брови, которые намазюкали. Почему ей? Потому что ей клево. И никакой мицеллярки не надо. Ну, по крайней мере, мне мицеллярка не помогает, кожу не смывает. Здесь смывает все, и кожу тоже смывает. О, моментально два движения. И ловкость рук, и никакого мошенничества. Отмывает, кстати, водостойки и всякие бляди. Очень отлично. Что я еще хочу следующее сделать? Пилинг. Да, хочу пилинг. И косички. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Было сказано, что руки у меня живут отдельно от тела. Да, и что? У меня так, у меня так, у меня так, у вас так, у меня так. Пилинг наносим на очищенную кожу лица после душа. Я была в ванной, хотела сразу все это сделать, но потом приперла меня чай пить, а потом приперла меня по телефону звонить. Ну, все в прошлом. Теперь я хочу пилинговаться новашкой на ночь, глядя. И нанести гидрогелевую маску, кстати, где она? Вот эту вот. Забери пьяную домой. Завтра мне будет стыдно. Забери пьяную домой. Только не ругайся сильно. Размазывается, кстати, неплохо. В чем прикол, спросите вы? А прикол в том, что мягко отшелушивает вот эти вот роговишие кусочки всякие кожи, что там наросло за неделю, за две. Но я когда скрабом кожу свою тонкую шелушу, мне больно. Мне больно и раздражение. От этой, кстати, нет. Но чувствуется пощипывание небольшое. Блин, волос сколько. Чувствуются небольшие пощипывания. Ну, лучше, чем скрабом. Буду косихи плести. Чего так просто сидеть? Ну, высохли волосы. Все. Все. Понеслась душа в рай. И чем дальше оно засыхает, ну, высыхают, тем больше они кудряются. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому что завтра еще... А, завтра еще мне в поликлинике цокать. Прививаться от этого. Чего я не выбрала одну компонентную? Ну, в трое раз же уже все это дело. Надо бы укололся один раз и все. Куар-код. Зачем куар-код? Во-первых, я не болела, установив эту прививку. Хотя была в эпицентре события со всеми коронавирусными. Пила из одной кружки. Все было у меня с коронавирусом. У меня было все практически. Я так и не заболела. Поэтому мне на прививку грешить даже стыдно. Во-вторых, куар-код. Может быть, образуется какая-нибудь поездка в январе. Может быть, да? Может быть. Все-таки хочется куда-нибудь съездить. Нужен будет этот несчастный кот везде где-нибудь. Не в нашей деревне. Лучше его иметь, чем его не иметь. А он у меня про это просрочился уже. Закончился. Косички заплетаю четыре. Всего четыре. Почему? Потому что не надо больше в связи с тем, что мне нужна грубая волна. Если я буду заплетать косичек больше час, то у меня будет такая легкая волна, пушистость. А мне нужна грубая волна, выделяющаяся. Ой, ахренеть! Вот так обожрались ребяточки и дедушки. Завтра встану, у меня будут синяки под глазами. И без того синяки под глазами из-за этой складки. Да, вот этой вот. Кстати, ее же можно хирургически убрать. Точно! Как это называется операция? Ну-ка подскажите мне, когда эту складку возле глаз убирают. Нахрен она, не хочу. А че? Губу себе я уже сделала простудой. Кстати, больно капец. С утра встаешь, не больно. Парас улыбнулся, оно треснуло, и больно. Очень неприятно. Скажите мне, как называется эта процедура? Она нам... Какая-то косичка хреновая, да, сердце? Она нам жизненно необходима. В Санкт-Петербурге у нас ездят остановиться. Туда съездим. Погуляем за нами. Хотя, наверное, если мы сделаем какую-то операцию, нам гулянки будут запрещены. Да натура, нахрен нам не знает, что ли? Уберу, буду красиво, не буду. И так не парилась никогда из-за этой фигуры. Никогда. Вообще, из-за внешности никогда в жизни не парилась. Парилась больше того, что я там мало чего-то знаю, еще чего-то. У меня еще, знаете, жизнь с абьюзером, это вот постоянный упрек того, что ты там глупый или еще что-нибудь. Хотя, по факту, по факту. Ай-ай. Просто не живите никогда с абьюзерами, я вас умоляю. Не губите себя. Бегите. Бегите. Так. Поэтому никогда насчет внешности у меня не было запар. У меня больше было запар, что я якобы какая-то глупая, непонятная. А по факту стало, что мне уже тяжело найти человека, с которым мне было бы интересно. Вот это вот есть такое. Слишком много всего в головку маленькую белобрысую задолка. Лучше бы я оставалась в неведении. Но зато у меня характер прикольный, сумбурный. И вот такая вот всякая. Так. Что? Без вас дальше все заплести? Или как? Или плетемся и болтаем? Плетем косички, болтаем о жизни. Блин, это вообще как можно заводить какого-нибудь ребенка женского пола, когда у тебя руки с жопой, чтобы косичку заплести? Ну ничего. Ну ничего. Было бы желание, можно и шить, научиться и косички плести. Изи, бризи. Что там сложного нет? А тем более талантливый человек талантлив во всем. Еще и скромен, но это я про себя. косички научиться заплетать будет изи-бризи. Блин, ну все, все кудрявится. Мы не намазались вот этой вот непростой. Мы не намазались пенкой. Пена. Так тоже можно, я так уже делала. Все окей было. Так что не цеть до Петербурга. Кстати, посмотрите видос поугарать. Давно не видела, сегодня пересмотрю. Начала сегодня смотреть Мадагаскар вторую часть. Люблю больших, люблю пупастые, люблю больших и каринностых, любят толстых. Тут все на складках. Так, ну это я, наверное, без вас. Что? Прошло у нас, ну аккумулятор 10%. Прошло у нас 20 минут. Сейчас идем смываем, запылая эти косички с горем пополам. Пилинг скатывается. Скатывается, причем прикольно, вон, смотрите. Вот эти катышки смываем, нанесем крем, ой, крем, маску. А где? А все, попыт? Попыт. Нанесем вот эту вот маску гидрогелевую. Обычно я в прошлый раз сделала в паре с глиняной, Тарифлайн тоже, но сейчас решила просто гидрогелевую, потому что это средство тоже неплохо очищает кожу, нафиг еще кто-то мешает. Зачем мешать? Не мешай, не мешай. Смыли нашу красоту. И знаете, что, большая просьба у меня Маш, к Машеньке, Маш, запиши меня, пожалуйста, на реснички, а то уже все, уже попыт. Попыт Маша делает реснички мне уже не первый раз. Очень клево. Хочется успеть, Маш, до нового года. 20-21 число у меня занято. Можно вот чуть попозже или пораньше, как угодно. Можно пораньше, можно попозже. Но уже пора. Да. Крем. Ой, крем. Маска. Гелевая. Рифлеймовская. Пошла жара. Тоже на 10-15 минут нанесем. И все. И бабай пойдем. Последние завершающие этапы дозы коллагена. Маска, кстати, напитывает кожу пушечно. Если у вас еще нет такой гидрогелевой маски, приобретите. Мне понравилась. Одна из лучших, что я пробовала. Хороша. Да, действительно, хороша. Как вот эта серия новая, новая, че, арифлейм. Клево. Напитывает. Даже вот сейчас не хочется много на себя мазать. Ха-ха. Приятное ощущение. Она, знаете, что сделала? Она поры сузила. У кого широкие поры? В кассу. Пробуйте, не пожалеете. Ночнуху. Помните, ночные дневные? Тоже, кстати, сужает поры. Фишка в чем была? То, что Т-зона, которая жирная обычно, она перестает жирниться. Вот это мне нравится в этой серии. Пропало вот это ощущение. Знаете, когда утром встаешь, и у вас вот здесь вот у меня особенно вот это вместо жирной часто пудры таскаю с собой всякой разности возможной. Сейчас стало замечать, что меньше будет. Реально меньше. Еще бы я до того момента, пока я не стала на ночь с косметикой засыпать. Простите меня, что я сказала, даже вам позволило это услышать. Да, я на ночь засыпала с косметикой и не один раз и испортила кожу. Опять совершила ужасный проступок. Ну, исправляю теперь что? Ну, вот получше вот последние пару дней получше стало. Было вообще караул. Ну, вернулась тому, от чего бежала. ну, и, наверное, завершающий этап, чтобы совсем хорошо было, да, еще одна маска. Тоже от Novage она начинаем наноситься на крем ночной много. Не буду много носить. По шее размажу. Маска наносится на ночной крем. Потом просто смываете водичкой с тоненьким слоем, тоненьким слоем, тонюсеньким и смываете водичкой с утрица. Все, друзья мои, пойдемте спать. Нужно выполнить задачу, нужно лечь спать и проснуться всем утра. Все, добрых снов. Всех люблю, обняла, завтра бум, куряшки, кудряшки, куряшки, кудряшки, куряшки, что я несу. Добрых снов, друзья.